Баттерфляй, брас, кроль, вольный стиль. Лучшего пловца в Сибири определяли в эти дни в Барнауле. Порядка 500 участников из 15 регионов. Правда, из-за ковидных ограничений это вдвое меньше, чем обычно. Давай, мальчики! Работайте! Кубок Сибири – третий этап всероссийских соревнований. Последний пройдет в конце года в Иркутске. «Четыре этапа объединены. Мы по четырем этапам подводим итоги. По каждому этапу и по четырем этапам еще многоборья определяем лучших спортсменов за год. Зачет будет идти по трем. Если хочешь стать лучшим, как минимум в трех ты должен участвовать. Решает вопрос функциональная подготовка спортсменов. Подготовка, талант, работоспособность, слагаемые успехи». Почти всегда успех улыбается новосибирским пловцам. Обойти их престижно и почетно. Пока алтайские ребята уступают соперникам. Но Максим Вишневский, спортсмен из Рубцовска, убежден, что опыт покорит любые вершины. «Достаточно сильные ребята, которым достаточно тяжело соревноваться и даже интересно. Для меня это главное, скорее всего, опыт, потому что благодаря именно опыту ты можешь показывать себя на все 100% и самореализовываться. Некоторые художники рисуют, а мы пловцы, мы показываем результат в воде». Результат алтайской команды в целом неплох. Наш регион уже точно вошел в тройку лидеров. Но пополнят ли список лучших пловцов России алтайские спортсмены, станет известно ближе к концу года. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком.